Внимание на то, что как отличается технология начала нашего тысячелетия, то, что было создано сейчас. Мы говорим сейчас где-то о четвертом поколении транспорта Skyway. Как я говорил, звезды 31, которые были на стальных колесах, сегодня находятся у нас на территории Экотехнопарка в качестве, скажем так, памятника тому, как выглядела технология. Это первое, второе, да, первое-второе поколение транспортных средств. Итак, у нас на сегодняшний день есть 8 видов транспортных средств, включая, скажем так, Unimobile. Плюс ко всему, как я говорил, да, сегодня технология, сегодня компания активно развивается на территории обменных Арабских Эмиратов. И создается целая линейка транспортных средств для тропического региона. Там есть, скажем так, повышенная температура воздуха по сравнению с тоже Беларусью, да, повышенная влажность. Я думаю, многие из вас следили за тем, что на прошлой неделе как раз-таки была новость в конце перед праздником весны, праздником женщин. О том, что прошли испытания Unicara в тропическом исполнении в климатической камере, да, то есть там температура поднималась до 60-70 градусов. Проверяли, скажем так, основные характеристики работы электродвигателя. Проверялось, скажем, климат-контроль, который находится внутри транспортного средства. Вот при температуре там 60 градусов внешней, внутри температура там колебалась от 20 или 23 градусов. То есть, в принципе, в течение двух суток происходили, ну, практически непрерывные испытания данного транспортного средства. Будет еще создана, по-моему, если не ошибаюсь, линейка из 7-8 транспортных средств специально для тропического региона. И вот то, что я говорил, да, когда рассказывал о том, что мы начали строительство экотехнопарка в 2015 году, был рисунок, как должен был выглядеть экотехнопарк. Данный ролик практически продемонстрировал, что то, что планировалось построить в Белоруссии, то, под что у нас, скажем так, привлекались, индейцы продолжают привлекаться, ну, практически сегодня реализовано. То есть, это у нас центр демонстрации сертификации Skyway. На пяти видах путевой структуры были продемонстрированы и грузовой транспорт, и, скажем так, целая линейка, скажем, городских транспортных средств, да, от 48-местного юнибуса, да, до, скажем так, как суперлегкого юнивинда, отдельная путевая структура, которая была построена, наверное, последней на сегодняшний день. Все это у нас есть в экотехнопарке, и все это можно увидеть своими глазами. Сегодня мы с вами, я вам говорю, приступили к строительству стационного центра Skyway на территории Объединенных Арабских Эмиратов, и выглядеть он будет значительно, скажем так, ну, совсем по-другому, чем то, что планировалось построить и построить на территории экотехнопарка в Белоруссии. Здесь уже вы видите, скажем так, гораздо большее количество капитальных зданий, крупных, да, и все это уже началось строиться, как сказал генеральный директор, последним, после мероприятия Future City Show, которое проходило в Объединенных Арабских Эмиратах, да, то есть были заказаны, скажем так, элементы путевой структуры, было заказано создание эко-дома, который, под который сегодня уже готов в данном, да, и, как говорил Анатолий Дарович, Юлийский, в апреле-июне будет что-то продемонстрировано, мы покажем, что из себя представляет структурный транспорт в тропическом исполнении на территории Объединенных Арабских Эмиратов. То есть, ну, тоже вы наверняка увидели значительную разницу, да, между тем, что было в Белоруссии построено, и то, что будет строиться на Объединенных Арабских Эмиратах. Так, друзья, то есть мы продвигаем технологию сегодня активно, мы близки к тому, чтобы технология была реализована, и буквально два слова, многие из вас наверняка это уже слышали, где-то читали, да, сталкивались с тем, что инновации и инвестиции в нашей с вами жизни человеческой идут в руководку, да, и мы часто приводим на наших презентациях информацию о том, что когда-то развивались электронные вычислительные машины огромного размера, там, которые занимали несколько комнат и так далее, нашлись люди, которые предложили идею создания персональных компьютеров, да, те люди, которые поверили в эту технологию, которые вложили деньги, и было гораздо меньше, чем те, которые сказали, что это никому не нужно, они сегодня хорошо себя чувствуют с точки зрения финансов, да, то есть они обеспечили собственную жизнь и жизнь, скажем так, своих ближайших потомков на несколько поколений, то есть это люди-миллионеры, мультимиллионеры, появилось огромное количество компаний, которые стали разрабатывать программное обеспечение к подобным устройствам, появилась технология активно использования интернета, вместе с ним пришло, скажем так, еще куча устройств, например, вот, да, в одном таком аппарате, я не считаю, что он не какой-то крутой, находится сразу несколько устройств, которые лет 20-25 назад мы должны были иметь по раздельности, это фотоаппарат, это радиоприемник, да, это, скажем так, магнитофон, который нам проигрывал какие-то записи, либо проигрывал килограмм пластинок и так далее, это в конце концов телефон, и все это располагается в маленькой таблекте, там, размером с ладошкой, вот, и все это пришло потому, что когда-то несколько молодых людей приняло решение развиваться в этом направлении, и сегодня многие миллиарды долларов крутятся в этой индустрии, и те, кто тогда остался владельцем технологии данной, да, инвестировал свои денежные средства, сегодня хорошо себя чувствуют. Развитие тех же железных дорог, то есть когда-то они предполагались только для того, чтобы перевозить грузы такие, как сыпучие, там, типа угли, там, щебенки и так далее, сейчас по железным дорогам перевозится огромный объем действительно грузов, но и перевозятся пассажиры, когда-то, скажем так, это считалось невозможным, но те люди, которые поверили в развитие пассажирского железнодорожного транспорта, да, строились, стали строить вокзалы, создавать локомотивы, там, вагоны и так далее, сегодня, опять же, их потом чувствуют себя очень хорошо с точки зрения финансов. То есть карпа Бенса, который был практически банкротом в момент изобретения своего двигателя внутреннего сгорания, благо нашлись люди, у которых были деньги, помогли развить эту идею, сегодня огромное количество автомобилей Мерседес-Бенса бегает по миру, да. Развитие авиации, то есть братья Райт продемонстрируют свой параплан, вот, но не они развили, скажем так, рынок авиации, а господин Боинг, да, который увидел в этой идее перспективу, и сегодня огромная часть авиационного рынка принадлежит компании Боинг, и очень хорошо себя чувствует. Компания Skyway сегодня выводит на рынок новую инновационную технологию, как говорит Анатолий Борченицкий, отраслеобразующую, да, технологию, то есть это отдельно, по сути дела, отрасль, это создание линейных городов, это создание новых видов транспорта, да, второго уровня. Компания у нас, как я вам сказал, с 2014 года активно развивается на территории Республики Беларусь, там у нас находится предприятие ЗАО Струнной Технологии, специалисты которого и разрабатывают, скажем так, транспортные средства, элементы путевой структуры, разрабатывают те ноу-хау, которые используются сегодня в технологии, да. Компания, признанная компания, является членом Союза строителей Республики Беларусь, то есть компания является членом ТПП Республики Беларусь, да, есть целый ряд сертификатов, позволяющих вести работу от создания технической документации, проектной документации до конечной реализации, то есть у нас, как я говорил, более 800 человек на сегодняшний день, это было сказано на новогоднем поздравлении по окончании 2018 года, ну и порядка там более 350 тысяч инвесторов, более чем из 200 стран, то есть мы имеем на сегодняшний день проект, который, я вот говорил про технологии интернета, про технологии персональных компьютеров, технологии, которая гораздо быстрее войдет в нашу с вами жизнь, то есть это не мои слова, это слова тех людей, которые были на наших выставочных стендах, на крупных различных форумах, да, и данная технология, она решит вот те самые проблемы в транспортном отрасли, о которых мы с вами начинали говорить сегодня на нашем вебинаре. То есть вы сегодня прикоснулись, ну, тут написано в будущем, нельзя, наверное, совсем сказать, будущее, это уже настоящее, да, то есть технология сегодня, как я говорю, строится уже в инновационный центр Удивных Арабских Эмиратов, как сказал Анатолий Дарчевницкий, существует уже не один десяток проектов на территории, как самих эмиратов, так и всего Аравийского полуострова на реализацию технологии. Большая есть потребность в создании городского транспорта в целом ряде городов региона, да, и как было в конце 2018 года отмечено, что, по сути дела, создается новый вид городского транспорта, Skyway Skyports, это в Дубае, да, было на мероприятии, это было, скажем так, сказано, на мероприятии на крупном международном правительственном форуме, который проходил в Удивных Арабских Эмиратов в феврале этого года, где технология была с успехом продемонстрирована в руководстве Удивных Арабских Эмиратов, и данная концепция вошла в транспортную концепцию развития Эмирата в целом, и Дубая в частности, да, 19% бюджета на развитие Дубая в 2019 год – это развитие транспортной инфраструктуры, частью которой является технология под названием Skyway. Итак, друзья, то есть это, если говорить о технологии, да, то есть были разные моменты в истории развития транспорта Skyway, да, то есть были взлеты, были падения, ну и если говорить с точки зрения инвестиций в технологию Skyway, да, то с недавнего времени, как я вам сказал, что первые инвестиции пришли в 2014 году, были созданы фонды, одним из которых является фонд Skyway Capital, который является платформой для привлечения денежных средств и реализации проекта Skyway. Первая презентация данного фонда состоялась 24 февраля 2015 года, как сейчас я и помню, сидел в нашем офисе, который был у нас возле метро «Спартак», да, то есть мы тогда многого не знали, как это будет проходить. Все ли было гладко? Наверное, нет, потому что любой проект, любой проект рождается где-то через боль, как и люди, кстати, да, то есть ни одна, наверное, женщина, ни родила ребенка не испытывала при этом боли. То же самое происходило и с проектом компании Skyway Capital. Сейчас мы имеем серьезную платформу, да, для привлечения инвестиций, для того, чтобы разобраться в том, как вы можете стать инвестором в наш проект, да, какие выгоды вы можете получить. Достаточно просто зайти на сайт Skyway Capital, нажать кнопочку «Регистрация», да, и в итоге после регистрации получить, по сути дела, полный набор инструментов для того, чтобы успешно стать как инвестором в развитии нашего проекта, так и, скажем, еще и стать активным партнером по привлечению инвестиций и при этом заработать денег. То есть все необходимое, как я вам сказал, есть на платформе в личном кабинете Skyway Capital. Для того, чтобы успешно развиваться в нашем проекте, ну, посредством, например, программы «Лояльность», я не буквально два слова чуть позже скажу, что хотелось бы отметить, да, то есть рассказ о возможностях развития нашего проекта вы можете найти на целом ряде событий, да, то есть у нас есть раздел «События» на странице сайта, у нас есть раздел «События» на личном кабинете, и там можно посетить как, вот у нас этот раздел, «Живые презентации», которые проходят в целом ряде городов и стран на разных языках, да, так и принять участие в целом ряде вебинаров, которые тоже проходят на целом ряде европейских языков, начиная, скажем так, с русского и заканчивая словацким, вьетнамским языком, то есть для региона Вьетнам, который активно развивается. Что хотелось бы еще отметить, да, я говорил в процессе сегодняшнего ряда, мы находимся на середине 13-го этапа развития технологий, привлечения инвестиций, вот, начиналось я когда-то с дисконта, который составлял несколько тысяч раз, то есть там первые люди, которые инвестировались в денежные средства, это один к трех тысячам, если не ошибаюсь, да, прям с половиной тысячам, вот. Сегодня уровень доходности, либо дисконт составляет от 1 к 15 раз до 1 к 65, в зависимости от тех пакетов, которые вы выбираете. У нас, скажем так, маркетинговая политика такова, что есть возможность инвестировать, например, сразу приобретать какие-либо пакеты доли, то есть разовый платеж сделать, да, начиная с суммы довольно демократичной, 15 долларов в США. Да, вы на 15 долларов много долей не купите, сегодня дисконт здесь 15, и вы получите 225 долей, да, мы стремимся к тому, чтобы номинал отдельной доли, помните, мы видели, вставлял 1 доллар, прийти в итоге к тому, чтобы каждая доля реально создала такую ценность, и много людей, которые выбирают пакет 15, стоимостью 15 долларов, как правило, приходят присмотреться. А что это, а как это, да, они обманут ли меня, и что произойдет, и все эти 15 долларов вложу, и прочее, прочее. Впоследствии, как правило, большинство людей понимает, что чем большее количество долей к моменту, скажем так, завершения привлечения инвестиций в корневую технологию, и непосредственно в технологию, да, по окончанию 15 этапа, когда будет завершено привлечение инвестиций, да, то есть чем большее количество долей у вас будет на руках, вы станете владельцем, тем больше уровень доходов в будущем у вас потенциально может быть, да, то есть, как вы знаете, по инвестиционному меморандуму группы компаний Skyway 20% от прибыли компаний в дальнейшем будет распределяться между теми людьми, которые стали собственниками технологии на ранних этапах развития. Это как раз-таки в течение вот этих 15 этапов. Мы сегодня находимся на 13 этапе, я еще раз повторю, то есть сегодня выгодное время для того, чтобы вложить свои денежные средства, и вы увидите уровень доходности, который есть по каждому пакету, от 15 до 65, здесь на слайд поместилось, скажем так, до 50. У нас есть различные инвестиционные стратегии, потому что, как я сказал, вы можете приобрести разовый пакет, вы можете выбирать либо специальное предложение, то есть это повышение дисконта от приобретения последующего пакета, например, на Трансе, да, либо есть пакеты долей, которые вы можете приобретать в разручку. То есть вы в течение там 10 месяцев имеете возможность оплачивать пакет, да, делать незначительные инвестиции ежемесячные, в итоге получать солидный пакет долей. Есть пакеты на несовершеннолетних детей, то есть вы можете частично, скажем так, обеспечить будущее своих детей и внуков, приобретая пакеты малыш либо студент. И партнерская программа. То есть любому человеку, который сегодня приходит в проект компании Skyway Capital, да, предоставляется возможность сегодня получать, создавать источник дохода от тех инвестиций, которые вы помогаете нам привлекать в проект. Есть определенный маркетинг план, который у нас подробно расписывается в разделе партнером личного кабинета, да, то есть там рассматривается каждая из шести квалификаций, которые есть на сегодняшний день. И вы можете, скажем так, кто-то более активный, кто-то менее активный. Вы можете это ничего не делать, да, то есть просто стать инвестором в наш проект и ждать, когда вы будете получать доход по тем пакетам долей, которые приобрели. Но вы можете, если вы, скажем, человек небезразличный, если человек неравнодушный, если вам нравится, вы разберетесь и вам понравится возможность получения дохода уже сегодня, вы можете активно создавать бизнес по партнерской программе. Причем посредством интернета, да, наш проект развивается, и инвестиции у нас проходят через интернет, через наш личный кабинет. Вы можете создать международный бизнес. Вот. И кто-то быстрее, как я сказал, кто-то медленнее продвигаться к высшей ступеньке нашего маркетинг-плана. Его основное преимущество – то, что он накопительный. Все, что делаете вы, все, что делают ваши партнеры, все идет вам в копилку, и вы, скажем так, растете в одностороннем. Отправлены следующей квалификации. Основные достоинства и преимущества маркетинг-плана вы можете найти внутри нашего личного кабинета. Там они прописаны. Можно скачать, скажем так, презентацию маркетинг-плана и ознакомиться с ним более подробно. То есть мы сегодня, как я вам говорю, находимся на середине 13-го этапа. Да. Скажем так, недалек тот час, когда 15-й этап закончится, и те возможности, которые сегодня представлены в личном кабинете Skyway Capital, они сегодня самые выгодные. Да, то есть есть огромное количество людей, которые слышали о нас давно, которые все никак не решаются инвестировать и ждут, скажем так, более выгодного момента. Но, поверьте, с переходом с этапа на этап, который у нас есть на 13-м этапе, уровень доходности либо дисконс снижается. Соответственно, за те же деньги вы сможете приобрести гораздо меньшее количество долей. То есть есть люди, которые годами следят за развитием нашего проекта, но и до сих пор не сделали какого-то шага. Это их право. Никто никого не может заставить. Я не буду здесь, скажем так, поднимать хоруби, размахивать флагом и доказывать, что если вы, скажем, не придете и не станете нашим партнером, то жизнь у вас закончилась. Ни в коем случае. То есть каждый принимает решение самостоятельно. Важно, если вы разберетесь в информации, которая кратко была дана на сегодняшнем вебинаре, зайдете, зарегистрируетесь в личном кабинете, почитаете информацию, посмотрите видеоролики, просмотрите, скажем так, хронологию развития событий нашего проекта, начиная с 2014 года, когда практически не было ничего. Даже историю развития той же компании Skyway Capital нашего фонда. Потому что действительно, когда мы только начинали, у нас там была одна платежная система, благодаря которой люди могли инвестировать в наш проект. Сегодня у вас есть на выбор один десяток этих платежных систем. Вы можете, скажем так, инвестировать через криптовалюту, которая стала модной на сегодняшний день. Большое количество людей у нас, я знаю, приходит из рынка криптовалют, которые вкладывают какую-то часть биткоина для того, чтобы остаться владельцем нашей технологии. Все это вы можете найти внутри личного кабинета. Активное развитие проекта компании Skyway Capital получил, наверное, где-то с конца 2016 года. То есть если до этого развивался в основном рынок СНГ, то потом пошла Западная Европа. Сейчас у нас активно идет развитие Юго-Азиатского региона, Вьетнам в первую очередь, да. У нас сейчас рынок, но мы выходим на рынок Африки, и такие страны, как Нигерия, Кот-де-Уар, в них проходили уже конференции, да, партнерские. И в ближайшее время, кстати, будет вот в марте месяце три конференции в Нигерии, где будет представляться и бизнес, и сама технология. То есть будет речь идти о возможности для представителей, например, страны Нигерии, стать участником нашего проекта как инвестором, заработать денег по партнерской программе. Так и, скажем, создание адресных проектов на территории Африканского континента. То есть это все происходит сейчас, да, это все происходит в данный момент. И движение идет очень активно. Поэтому действительно за четыре года развития, например, компании Skyway Capital, огромное количество людей, там, зевак, специалистов и неспециалистов ждали, кто-то, скажем так, злорадствовал, что вот не пройдет еще и месяц, и все закончится, никакой технологии у вас не будет, и так далее. Друзья, сегодня мы пришли к тому, что мы пришли. У нас есть эко-технопарк на территории Республики Беларусь, где продолжают вестись испытания транспортных средств, улучшения различные и так далее, и так далее. Мы сегодня строимся в Объединенных Арабских Эмиратах. Поэтому решайте сами. То есть проект активно развивается. Как говорится в новостях о нашей головной компании, огромное количество специалистов, работавших на территории Беларуси, уже практически не вылазит с территории Объединенных Арабских Эмиратов. То есть, когда и сколько инвестируют, решать вам. Но выгоднее момента, чем сейчас, уже не будет. Это вот то, что я могу сказать. Сейчас я хотел бы приступить к той части нашего вебинара, которая называется «Вопросы-ответы». Если у вас есть такие, напишите здесь в чате нашего вебинара в Мирополисе. И я еще посмотрю, скажем так, то, что у нас прошло по соцсетям. По трансляциях в интернете. Их как же долго, мы ее ждем, эту примечательную транспортную систему. Дождемся ли? Антонина, ну я думаю, дождемся, потому что, смотрите сами, 4 года назад не было ничего. В 2015 году мы приступили к строительству технопарка в Минске. Сегодня мы его практически достроили. Сегодня мы строим в Объединенных Арабских Эмиратах. Поэтому на месте ничто не стоит. Технологии реализуются. Я не говорю, что нужно просто сидеть и дожидаться. Вы можете, как я вам рассказывал, двигаться в рамках партнерской программы. Давать информацию людям. Чем больше людей придет, и опять же не с точки зрения какого-то зазывала или чего-то еще, тем больше денег придет проект, тем быстрее мы его реализуем. Опять же, вот нам действительно продолжают задавать вопросы по поводу токенов, белой бумаги и так далее. Коллеги, ну что я могу сказать? Давайте дождемся того, когда это будет реализовано, когда, скажем так, будет подготовлена вся база. И опять же, я могу только сказать следующее. Рынок криптовалют. Ну, сложно ли? Да, потому что он молодой. Он до конца не изучен. За счет чего растет криптовалюта, падает там и так далее, и так далее. Готовится блокчейн-платформа. И блокчейн-платформа – это не только просто, скажем так, токены криптовалюты. Это еще, скажем так, используют технологии блокчейна вообще в развитии нашего проекта. Все транзакции, информация и так далее, и так далее, и так далее. Все это будет завязано в системе. Почему ни одна страна не начала в каком-либо городе строить по вашим технологиям? Давайте, Иван, я вам отвечу так. Смотрите, в Эмиратах мы начали строить инновационный центр. И это часть связанных проектов, как мы уже говорили, на государственные заказы строительства трассы в Дневных Арабских Эмиратах. Мы получили поддержку руководства Эмирата Дубаев, мы получили поддержку руководства Эмирата Шарджа. То есть об этом есть новостях, пройдите, пожалуйста, назад отлесните, посмотрите эти видео и так далее. Мы строимся там. Поэтому у нас технология активно развивается. Весь рабочий модель протестирован на реальных условиях. Нет, пока расстояние 100 и 500 километров мы не тестировали. Это вопрос по рабочей модели, которая протестирована на расстоянии 100 и 500 километров. Участки, которые выделены в Эмиратах у нас, это 1-2,5 километра, где будет продемонстрирован городской грузовой транспорт. И там выделен участок 25 километров с продлением до 60, где будет продемонстрирована скорость до 500-600 километров. Это будет в Эмирате, в другом Эмирате, в каком Анатолий Дорощуницкий, возможно, в ближайшее время нам об этом расскажет. Про обучающий семинар в Москве задали вопрос 30-31 марта. Смотрите, вся информация есть внутри личного кабинета. Вы можете зайти на страницу событий в личном кабинете и прочитать, о чем будет идти речь на данном мероприятии. Будет это проходить в комплексе Измайла. Стоимость это 35 долларов, 2 дня, 30-31 марта. Есть возможность, скажем так, проживания непосредственно в гостинице Альфа. Там для людей, которые будут использовать промокод Skyway, там, по-моему, до 40% снижение стоимости номера. Потому что вы не написали, что вас конкретно, скажем так, интересует по мероприятию 30-31 марта. Основное я вам положение сказал, остальное вы можете прочитать внутри личного кабинета. Есть ли риск отложения в компанию? Вы знаете, проект у нас не перестал быть венчурным, поэтому риск, он есть всегда. В любом деле есть риск. Даже в том, что я выхожу из дома, иду пешком, например, до электрический, сажусь в транспорт и так далее. Рискую ли я чем-нибудь? Да все время. Что касаемо развития финансовых каких-либо проектов и так далее, инновационной технологии, он есть тоже всегда. Риск никто не отменял. Но вы знаете, что Родион, он сегодня на несколько порядков ниже, чем то, что было в 2014 году. Когда нам нечего было показать, нечего было продемонстрировать, сегодня у нас есть и свой центр сертификации стандартизации в Беларуси, у нас есть целый ряд транспортных средств, разрабатываются транспортные средства в тропическом варианте. Мы сегодня строим центр инновационный в Эмирате Шарджа, в Миненных Арабских Эмиратах. Поэтому риск значительно ниже, чем то, что было несколько лет назад. Так, есть ли у нас что-то еще в социальных сетях? Не вижу. Есть ли еще какие-то вопросы, коллеги? Крипто-платформы, я думаю, мы дождемся. Технологии реализуются, поэтому мы все ближе и ближе к тому моменту, когда начнем получать первые. Даты вам, конечно, никто не скажет, месяц тоже, наверное, назовет, но тем не менее. Ничего, Олег, вот вы задаете вопрос, что известно о реакции Элла Маска на открытое письмо и низкого, да, был ли ответ и так далее. У меня данной информации нет, я думаю, если он ответит и реально придет ответ непосредственно Анатолию Даровичу и низкому, то это будет размещено на наших информационных ресурсах. Когда примерно переход на 14 этап, ну, не люблю быть арабовым, да, но у нас, как предполагается, минимум три, наверное, под этапа на 13 этапе. Когда будет, скажем так, привлечено необходимое количество средств, я так подразумеваю, выполнена работа, которую необходимо выполнить на 13 этапе, мы перейдем на 14. Как это было в предыдущие, скажем так, переходы с этапа на этап. По поводу стройки в Москве я пока вам ничего не могу сказать, потому что, ну, вы, наверное, следите за новостями на РСР в компании Skyway Capital, да, у нас нигде не проскать его то, что мы начинаем строиться в Москве. Поэтому, как бы так, я нигде не видел, ни на сайте SvTechBuy, да, то есть корневой компании, что технология Skyway сейчас вот начнет прямо уже вот-вот использоваться, и мы начинаем строить в Москве. Этой информации нет, как только появится, если мы реально будем осуществлять какое-то движение в этом направлении, вы об этом узнаете. Лепа в Москве, то, что мы делаем здесь уже строить, не слышу. То, что технология была представлена пару-тройку раз, да, может, даже больше, что мы не все знаем, переговоры, возможно, ведутся уже на протяжении нескольких лет. Тогда будет результат, тогда мы будем об этом знать. Итак, коллеги, есть ли еще какие-то вопросы? Так, еще раз заглянем. Итак, друзья, если вопросов больше нет, тогда мы, наверное, сделаем следующее. Я вас поблагодарю за то, что были сегодня на вебинаре. Всех женщин, кто, скажем так, не был на предыдущем, поздравляю с прошедшим праздником, наступление все-таки весны, может быть, скажем так, не за окном, потому что у нас здесь снег, холодно, но весны в душе, и пусть она, скажем, никогда не заканчивается. Спасибо вам за внимание, здоровьем, любви и денег, успешным в развитии бизнеса, с компанией SkyPay Capital, успешным в развитии технологий. Вот, и пусть, скажем, тот момент, когда мы начнем с вами получать первые доходы, приближается семенильными прыжками, да, а не шагами. Спасибо за внимание, коллеги. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok